Прицеливался долго-долго к этой картине, чтобы не рисовать. Прицеливался где одним движением, можно подойдя, и вот так чихнуть, и поставить всё на место, чтобы она стала настоящим шедевром. Думал-думал вот так 2-3 дня, потом, значит, в какой-то момент настроился. Ну, как монах раньше в кельях, помните, как бы молятся, молятся, диету соблюдают, чтобы икону написать, ловят себе состояние такое сокровенное. И вот я тоже так делал. И вот подошёл, подошёл, в конце концов, чтобы не дышать с этими красками. Видите, у меня уже кожа очистилась от интоксикации, я не рисую сейчас. Сейчас одно только движение, а я пока душа не появится, не могу успокоиться, пока в картине душа не появится. И поэтому взял кисточку, отошёл на какое-то расстояние, и вот так мазнул, и здесь мазнул. И она всё, встала на место. Ну, приглашаю в коллективный разум, напишите, как ваше мнение. И дальше хочу сказать. И в этот момент у меня краска с кисточки падает на пол. И я, ах, опять, опять мне придётся сейчас там стирать, мыть пол. И в этот момент мысль. А в чём смысл того, что всё время я вот так делаю? Падает всё время, я всё время мою пол. В чём смысл? И задаёшься себе таким вопросом, и вдруг понимаешь. Может быть, потому что двигаться тебе надо, может быть, тебе природа даёт такой шанс, чтобы ты больше двигался, потому что сидишь всё время из-за этой травмы и не двигаешься. А может, это тебе всё время помогает жить. Поэтому, если вы, когда вы проваливаетесь, или какая-то неудача, и вам хочется вопиеть, где ж ты, Бог? Типа нет тебя, потому что такая несправедливость якобы. А в этот момент подумать, а в чём смысл? И когда ты в каждом своём падении ищешь хороший смысл, ты и находишь. Я вот помыл это место, и у меня возникла идея поделиться с вами этим опытом в науке нравственности, в школе человечности, в школе человек будущего, Homo Futurus. До встречи, друзья.